Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Одну мини фигурку и различные элементы Девушки отдыхают Коробки, как были у Чима, я помню, и также были у Ниндзя Гайя Рэджитсу. Но эти коробки компактнее, меньше. Ну, кстати, это даже приятнее. То есть одна фигурка, немного деталей, и коробка сама небольшая, и такая как бы компактная. Тут у нас подписано, это клей. Напоминание о том, что можно бесплатное приложение скачать, просканировать три вот эти Nexo силы. И сзади изображение, как в целом выглядит вот этот стенд. Набор у нас открывается вот здесь. Есть специальные язычки. Можно, конечно, наверное, вайверски открыть, как-нибудь отрезав, но проще здесь, если честно. Итак, смотрим. Так, давайте распакуем, посмотрим, что тут есть за детали. И тут, конечно, в первую очередь бросается в глаза вот этот Ultimate доспех. Он прозрачный, если в стандартных наборах он серебряный с полупрозрачными вот здесь такими оранжевыми наплечниками, то этот полностью, видите, как вот такой синий, темно-синий полупрозрачный пластик. Дальше тут вот такая деталь, как видите, конус заостренный. И он такой серебряный, потому что вот от серого пластика, видите, как отличается. Здесь металлический такой отблеск. Вот эта деталь, это как раз тот самый щит, который удержат все Nexo рыцари и такой же похожий на некоторые даже враги. Как здесь происходит вся история? Здесь сзади ручка, а спереди у нас есть специальное отделение, куда мы крепим нашу силу. И тогда как бы рыцарь получает ее. Также вместо вот одной силы можем прицепить другую. И уже с другой силой рыцарь получается использовать другие возможности. Сам по себе щит очень тоже интересно сделан, словно какие-то башенки. Видите, сбоку такие насечки и сверху две такие башенки, то есть как будто это часть замка. Далее у нас здесь ультимейт, прозрачный меч. Ну, чтобы все обведено было одной концепцией. Так у них в наборах совсем другие мечи, а здесь вот такие вот прозрачные. Ну и шлем Nexo рыцаря с полупрозрачным забрал. Ну, фигурку мы уже собранную полностью посмотрим отдельно. И языки пламени, такие шикарнейшие. Просто крутейшие сделанные. Посмотрите, как языки пламени. Такие вот детали мы встречаем частенько. Такой оранжевый элемент. Также 2 на 1 элементы прозрачные. Ну и, в общем-то говоря, другие детали. Давайте соберем. И вот ультимейт клей на своем дисплее, подставке, или как это правильно там называется у них, готов. И во-хо-хо-хо-хо-хо, вот наш ультимейт клей. Это просто обалденная фигурка. Посмотрите, эти рыцари новые. Какие они крутые. Очень здорово выглядят. Здесь прозрачная броня. Как вы видите, и синий вот этот цвет его формы. Очень круто сочетаются. Делают как бы дополнительный такой особенный дизайн ему. Очень крутое прозрачное забрало. Видите, у меча здесь еще нужно было вот такой кристалл вставить прозрачный. Щит этот. И вообще общий дизайн. И очень крутые принты. Это все очень здорово сочетается между собой. И смотрится весьма достойно. Особенно крутые у новой серии получились принты. Что спереди, что сзади. Кстати, принт лица. Что один, что второй тоже хорош. Здесь такая ухмылка. А здесь такая как бы ярость у него. Поскольку это ультимейт фигурка, то хотелось бы видеть такое более яростное выражение лица. Чем мне вот нравятся рыцари? Тем, что несмотря на то, что это клей, но если у вас будет много одинаковых фигурок, то они будут смотреться просто как армия рыцарей. Не обязательно думать, что это клей и так далее. Просто будет классно. Как штурмовики Звездных войн. Ну, то есть, понимаете, шлем, лица как бы скрыты под шлемом, а форма может быть одинаковой или похожая. А тут еще и разные, видите, доски к доспехе. Здесь полупрозрачные доспехи, а там в обычных наборах доспехи серебряные с прозрачными вставками. Итак, помимо мини-фигурки, у которой уникальный доспех и шлем, который вы не встретите в обычном наборе, здесь также идет механизм с такими прозрачными мечами. Просто какими-то, я не знаю, сумасшедшими штуками, молотилками. Итак, сзади, видимо, у доспеха есть пины, куда мы можем прицепить наш механизм сборный. И он очень подвижный. Мы можем двигать его как угодно. Крутить в эту сторону, в эту, сгибать. И самое прикольное из этого всего, что эти мечи-то у нас вращаются. Смотрите. Класс! То есть, мы их крутим, можем раскрутить. И выглядит действительно это опасно. Как будто у него какой-то действительно сумасшедший крутой механизм здесь прицеплен. То есть, помимо его основного меча, еще и за спинами механизм с выдвижными какими-то вот такими руками с парой мечей каждая. Что довольно классно смотрится. И, в принципе, этот вот механизм можно много куда, я думаю, на какой-нибудь транспорт устанавливать. И вообще будет смотреться много где классно. Ведь такие вот прозрачные вращающиеся мечи довольно интересны. Да еще и на гибких вот таких вот лапках получаются они. Ну и вот наш стенд-дисплей. Вот чего не хватало этим ниндзяковским набором с аэроджитсу, с таким вот подобным набором с одной фигуркой. Это того, как их эти фигурки уникальны и красиво размещать. Здесь же у нас в центр сюда ставится фигурка. И по бокам еще есть различные элементы, которые украшают это обрамление. И также здесь еще и функциональный этот стенд. Здесь хранятся силы, которые мы можем менять на щите у героя. Центр мы ставим сюда нашего героя. И поскольку по бокам у нас находятся вот эти элементы, а по центру герой, то герой выглядит еще героичнее, простите за тавтологию. В общем, классный получился сет по мне. Так, конечно, не богат на детали, на оригинальные детали какие-то уникальные. Но клево. Если вам нравится серия Nexo, если вас интересуют рыцари и какие вы собрали, например, наборы, хотите какое-то дополнение. Или наоборот, вы хотите маленький наборчик, небольшой, но вам нравятся именно фигурки и не хотели бы ничего особо строить. То вот крутейшая фигурка в ультимейт броне, в такой вот, с очень крутым вооружением и с классным стендом, который просто на полке будет красиво смотреться. Новинка от Лего. И, понятное дело, что подошли они здесь с умом. То есть здесь категоричного мнения не может быть. То есть здесь категоричного мнения не может быть. Кто-то будет критиковать за отсутствие деталей. Кто-то будет говорить, что лучше взять какой-нибудь вот такой набор, в котором и деталей-то больше, и тут целых, например, две фигурки, а цена у них практически идентичная. Это на 50 рублей дороже. Это стоит, сейчас я вам скажу, 750 рублей, что, конечно, очень дорого, но современные цены диктуют такие правила. То есть, ну, как бы, вы понимаете, что доллар растет, и тут компания Лего ни при чем. Тут только вот экономика влияет. Не могут же они себе в убыток работать. 750 или 759, или 756. Ну, какая-то такая цифра была, я помню, что в районе 750 рублей. Ну, мы обязательно в обзоре на такой наборчик сравним, грубо говоря, по одинаковой цене, что для вас было бы интереснее купить. То есть такой набор с деталями, с двумя мини-фигурками, Лего и с уникальной фигуркой, со стендом, который можно очень классно разместить. Тут личное дело каждого, брать или нет. Я не скажу, что это плохой набор, потому что он отлично продуванный. Я не могу сказать, что он очень эффективен в плане деталей, каких-то эксклюзивных элементов и всего такого, что некоторые ценят в наборах именно это. Но если вы спросили бы лично меня, как тебе этот набор, мне понравился, выглядит круто. На весьма маленький наборчик получился весьма длинный обзор, я считаю. Остальные будут, наверное, чуть покороче, поскольку мы тут рассказали какую-то вводную часть. Ну, обязательно на большой, при обзоре на большой набор, скорее всего, будет Тетта Фортрекс, я уже подробнее буду рассказывать. Ну, вообще, в процессе обзоров на Nexon Knights вы будете узнавать что-то об истории Nexon Knights, что-то про, как бы, вселенную их и всё такое прочее. То есть более подробно будем постепенно. Не всё сразу, а постепенно. На этом всё. Набор 7330 Ultimate Clay. Вот такой. Решайте сами, нужен он вам или нет. Итак, не знаю, у вас получится просканировать или нет, но можете попробовать установить бесплатно приложение и просканировать вот эту силу. Добавится она вас или нет, напишите в комментариях. Ну, и абсолютно бесплатно это для вас от меня, от души. Мне не жалко. Вы можете лайк поставить, если хотите. Итак, вот первая сила. И третья сила. Пользуйтесь на здоровье, если получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!